Максим, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в спорт? Ну, в спорт жил я в поселке. В то время не было ни гаджетов, ничего не было. Начинали играть, как и все моего поколения, наверное, в футбол, в хоккей. Постепенно рос, немножко менялись приоритеты. Хотелось быть посильнее, побольше. Начали с железким увлекаться, качаться в деревне. Уже ближе к армии начали заниматься боксом по чуть-чуть, у нас тренер был. В армии уже совсем обдумал все, что нужно. В единоборствах какие-то, рукопашный бой, смешанные доборства. На то время они только развивались, еще не было любителей, профессионалы были, но там что-то непонятное было именно в России. Все знали, и все организации М1 у нас были. Любительского спорта в то время не было. С 19-го года у нас только зародился. После армии я пришел, устроился в спецподразделение, и там основной спрашивают за спорт. Мы занимаемся больше, чтобы физическая подготовка была хорошая. И моя работа, служба очень сильно повлияла на это. И к этому пришел постепенно. Сколько лет вы уже занимаетесь боевыми искусствами? Наверное, 10-11 лет. Вы помните свою самую первую победу и самое первое поражение? Да, помню. Это был по-другому вид спорта. Это был рукопашный бой, область. Проиграл я не помню, кому проиграл. Ну, помню, по очкам я проиграл. Вот. И она победа была. Первая победа на этих соревнованиях. Второй бой я проиграл. Вот и все. Ну, это так. Даже это не область была. Динамовские соревнования среди сотрудников они были. Ну, на тот момент это, конечно, было. Сейчас-то уже это, ну, как бы, не такой уровень, грубо говоря. Но приятно было все равно. Сейчас один из самых популярных бойцов, наверное, это Конор Макгрегор. Вот. Как вы к нему относитесь? Да и, ну, как отношусь. Ну, скорее, отрицательно, чем положительно. Как бы, для русского ментилитета, ну, много разговаривает. Этот трэш-ток у нас, как бы, не совсем. У нас только зарождается, я не знаю, может, год-два, там, до этого не было. Вот. Поэтому, как бы, ну, много разговаривает. У нас так не принято. Так он, вроде, дело свое делает. Ну, раньше, по крайней мере, делал. Хорошо, сейчас уже, наверное, так скажем, зажрался. У него все есть. Может быть, у него нет мотивации. Поэтому, как бы, я особо не слежу за его карьерой. Ну, так, знаю, что есть. И раньше хорошо дрался. Сейчас, наверное, на спаде уже. Денег много. Наверное, не к чему. И мотивация пропала. А кто из, вот, может быть, современных спортсменов для вас является таким примером настоящего бойца? Ну, это наш Федор Емельян. Ну, это он в большей степени для всех, наверное. Особенно моего поколения, там, кто помладше, может быть, Хабиб, он чуть просто помладше, на 10 лет Федора. Вот. Ну, вот эти два спортсмена, я думаю, это лица России, ММА России. Вот, я думаю, все на них равняются. Ну, так много у нас, там, Сергей Харитонов, Минаков, Виталий. Команда Федор Тим, вот сейчас там, Немковы, братья, Валентин Молдавский, все хорошие бойцы. У нас их, в принципе, много, там, можно выбрать. Ну, так, в основном, я думаю, Федор Емельяненко, ну, и Хабиб Нурмагомедов. Вот, они мало разговаривают, делают свое дело, никакого трештока. Поэтому, никаких отрицательных эмоций нет. Расскажите, пожалуйста, вам когда-нибудь доводилось применять свои физические навыки вне матов? Да, ну, в детстве только, как бы, может, классы до пятого, там, дрались, и то, ну, я не помню, это, ну, в создательном возрасте нет. Только если на работе, как бы, ну, это, там, задача уже вставлена была, а так, нет. Нет, я не конфликтный, ни разу я не был, не был такого. У меня спорт, ну, у меня баня, я баню люблю, хожу на рыбалку, вот, в лес, ну, так, с друзьями провожу, время много. Вот, да, в принципе, ничего необычного, как и все, наверное, зацепить за что-то нечего, прям именно такого. С 15 по 21 августа в Казани пройдет чемпионат Европы по смешным миненаборствам ММА, на котором вы будете представлять сборную России, Воронежскую область и бойцовский клуб «Александр». Расскажите, как вы сейчас готовитесь уже во всю? Да, мы готовимся по две тренировки у нас здесь на базе Института физической культуры и спорта, корпус номер два, вот, с утра, утренняя тренировка, вечерняя. Мы помогают, также бойцы клуба «Александр» и еще другие клубы, парни приходят, помогают, всем спасибо огромное. Ну, уже, в принципе, подводка, сейчас неделя, еще и в следующей неделе чуть на спад, вот, большой отдых, восстановление. Ну, так, все, в принципе, хорошо, все в планном режиме, тренер их написал, все это делаем, потихонечку, я думаю, будем готовы к 15-му числу. Как вы себя вообще настраиваете? Да, и, в принципе, настраиваю, как настраиваю. Ну, драться надо, драться, да и все, чем настраивать. У меня, как бы, служба такая, что я, ну, она подразумевает, ну, настрой постоянный, грубо говоря, надо быть готовым к всему. С какими эмоциями вы поедете в Казань? Ну, знаете, это как уже, немножко обыденно, ну, надо ехать, я знаю ее, так и поедем, как, знаешь, как уже работа, немножечко, это как воспринимается вот так, особых прям каких-то эмоций нет, ну, как бы, Европа это хорошо, но я не эмоциональный человек сам по себе, поэтому все хладнокровно, поедем, будем делать свою работу, вот и все. Ну, я желаю вам удачи, конечно же, победа и последний вопрос. К вам в клуб «Александр» приходят на тренировки совсем молодые, совсем юные ребята, которые только начинают свой путь. Какой бы совет вы им дали? Совет заслушаться тренера и поменьше верных привычек, компаний, гаджетов. У нас сейчас просто такое время, то, что, ну, хочешь не хочешь, там, дети, как правило, все свободное время в телефонах, в ноутбуках, вот это я считаю минус, потому что, грубо говоря, в моем детстве этого не было. Вот, особенно, кто в поселках жил, как бы, это, ну, влияет очень сильно, повлияло. Я даже вижу, там, также моих сверстников, чуть старше, чуть младше, и вот, какие сейчас подрастают. Ну, надо от этого отходить, как бы, меньше времени проводить и на природе, там, чем-то заниматься, и вот, слушать тренера, и все будет хорошо, я думаю, у них со временем. Ну, и удачи всем. Спасибо, Максим, еще раз я желаю вам удачи на предстоящем чемпионате, забрать золото, и блокнот Воронич будет за вас болеть. Спасибо, спасибо большое.